Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача номер 418. Нам даны буквы, и нужно найти оси симметрии для этих букв. Начнем с буквы А. Что значит найти ось симметрии? Значит, нужно найти такую прямую. И нам нужно найти такую прямую для буквы А, чтобы эта прямая разделила букву А на две равные части. Вот такая прямая Н. Обозначим ее буквой Н. И прямая Н разделила букву А на две равные части. А это значит, что если мы выберем любую точку на букве А, например, это будет точка D, и проведем от нее перпендикуляр к прямой Н, и продлим этот перпендикуляр, то ровно на таком же расстоянии, как точка D находится от прямой Н, на таком же расстоянии будет находиться только в правой части точка D1. Точка D1 будет симметрична точке D, и точка D1 будет лежать на букве А, поскольку левая и правая части буквы А равны. И таким образом все точки левой части будут иметь симметричные точки, лежащие в правой части, и все эти симметричные точки будут находиться на букве А. А это значит, что прямая Н является осью симметрии для буквы А. Теперь рассмотрим букву В. Для буквы В мы не можем найти такую прямую, которая разделит букву В на две равные части. Поэтому буква В не имеет оси симметрии. То же самое буква Г. Буква Е. Проведем прямую вот такую. Обозначим эту прямую буквой М. Прямая М разделила букву Е на две равные части, как мы видим. Это значит, что если мы возьмем любую точку на верхней части, например, это будет точка С, и построим перпендикуляр из точки С на прямую М, то поскольку верхняя и нижняя части равны, то если мы этот перпендикуляр опустим, то на таком же расстоянии, на котором находится точка С от прямой М, в другую сторону от прямой М будет находиться точка С1. Она будет симметрична точке С, и она будет находиться на букве Е. Таким образом, мы можем сказать, что для буквы Е прямая М является осью симметрии. Теперь рассмотрим букву О. Проведем прямую вот таким образом. Эта прямая разделила букву О на две равные части, а значит, эти две части симметричны относительно этой прямой. Назовем эту прямую П. Также мы можем провести еще одну прямую. Вот такую прямую. Эта прямая, назовем ее буквой H, она тоже разделит букву О на две равные части. Значит, она тоже будет осью симметрии для буквы О. Если мы рассмотрим букву F, то мы не сможем найти такую прямую, которая разделит букву F на две равных части. А это значит, что симметричные точки для буквы F, для всех точек буквы F будут, но они не будут находиться на букве F. И значит, точка буква F не имеет оси симметрии. И теперь нам осталось записать ответ. Симметрия имеет только буква А. Она имеет одну ось симметрии. Буква Е имеет тоже одну ось симметрии. А буква О, как мы выяснили, имеет две оси симметрии. Если вам понравилось видео, вы смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!